Малоподвижный образ жизни Считали исследователи, эта сумма складывается из средств, которые тратятся на лечение, связанных с избыточным весом заболеваний и оплату больничных. Только у половины населения Латвии нормальный вес. Об этом говорит статистика. 32% жителей страны имеют вес избыточный и у 17% врачи диагностировали ожирение. Количество полных людей все время увеличивается, но особенно стремительно среди детей. Каждый четвертый первоклассник имеет избыточный вес или ожирение. А среди 13-летних подростков такие проблемы у 9% мальчиков и 14% девочек. Избыточный вес, особенно когда он в фазе ожирения, берет с собой еще некоторые другие проблемы здоровья. Это повышенное давление, это заболевание кровяных сосудов и дальше, как компликация инфаркта или инсульт. Это повышение сахара крови, развивается диабет второго типа. Это проблемы с составами, спиной. Ну, много проблем. И это далеко не весь список заболеваний, где избыточный вес и ожирение являются факторами риска. Кроме этого, у людей с проблемами лишнего веса может развиться депрессия, чувство вины или стыда и, как следствие, социальная изоляция. Пока таких людей, которые уже не могут самостоятельно передвигаться, не так много, как в Америке, говорят врачи. Но все больше становится пациентов с весом 150-200 килограммов. Большей частью это от хорошей жизни, говорят диетологи, а не из-за проблем с обменом веществ. Большая жизнь какая? Не надо стирать белье руками. Есть машинка. Не надо таскать дрова в комнату. Есть газовое отопление или центральное. Вообще, ниоткуда не знаю, откуда тепло в моей квартире, например. Вода вам течет по крану. Грязная вода утекает. Значит, в этом плане мы не работаем. Хорошо, что такие удобства, потому что эти работы такие неприятные. Но природа предусмотрела, что любое живое существо, чтобы зарабатывать или достать пищу, должна двигаться. Советы диетологов несложные. Спортзал, танцы, бассейн или хотя бы прогулки на свежем воздухе. Исключить из рациона белый хлеб и полуфабрикаты. А вот сколько теряет экономика Латвии от проблем ожирения, нам ни в Министерстве здравоохранения, ни в других инстанциях ответить не смогли. Таких исследований в нашей стране не проводилось.